Приветствую вас на нашем канале про пчеловодство Пашка1, меня зовут Павел, сегодняшняя тема видео такие интересные, ребята, сегодня мы откачиваем мед. Принцип откачки меда идет очень просто. Сначала идет один улей, 4 рамки забрали, потом забрали еще 4 рамки и сразу переходим к второму улю. Пока откачиваются эти 4 рамки, мы забираем новые и вот это закрылось, поработаем с этим и пошли дальше. Получается постоянно в работе 2 улья. Давайте посмотрим количество меда, которое собрали наши отводки. Смотрите, напоминаю, ребята, это отводки. Если не ошибаюсь, то 1, 2, вот блин, ну вот вроде вот этот 10 был, да, вот если не ошибаюсь, вот 10 улев. Недавно, буквально несколько недель назад или 2 или 3 назад мы уже откачали отсюда липа гречка это чуть-чуть и сейчас мы откачиваем уже за свой подсолнух гречиха с подсолнухом. Ребята, ну не буду врать, мед очень-таки прекрасный, очень-таки вкусный, если кому-то нужно заказывать, цена небольшая, более-менее по оптовой, потому что ну какой смысл, например, гречишно, ну как сказать, оптовики дадут 60 гривен, 60, каких 60? Сейчас цена оптовая 50 гривен, то можно даже по 65 оптом сдавать, без проблем, можете кому нужно, по 6-ти литровые бутылки будем отправлять укрпошта или новой пошты, если кому-то нужно. Мед, в принципе, очень-таки неплохой. Ну давайте посмотрим, что наши отводки сегодня показывают. Сразу хочу сказать, я не хочу никому рассказывать, не хочу врать, что блин, вот лучше, хуже, с отводками по-разному. Есть более печатный мед, есть менее печатный мед, но в любом случае каждый улей принес меда нормально. Поехали. Так, ребята. Первая рамочка. Вроде все хорошо. Стряхиваем. Я, в принципе, первую рамку всегда стряхиваю под литок, не боюсь я потерять матку по той причине, что, смотрите, что у нас стоит ганимановская решетка и матка в первом корпусе. И побежали откачивать. Так, интересно посмотреть, что у нас, куда у нас и как у нас, и мы погнали. Откачиваем. Блин, ну классно вообще. Подлито классно. Печатка почти стопроцентовая. Мед зрелый на все 100%. Хорошо пчелки отработали, очень приятно на них смотреть. Это у нас идет бакхваст. Офигенно. Честно говоря, я смотрю и радуюсь. И вот, ну, давайте мы посмотрим несколько рамок. Классно отработали. Что? 8 рамок верхних печатных. В принципе, ребята, мы в нижний корпус не лезем. Нету там, что делать. В основном там на сегодняшний день расплод. Кстати, с расплодом здесь очень хорошо. Блин. Лежит ганимановская решетка и матка сверху бегает. Очень-таки интересно. Вот, бегает матка. Ближе не покажу. Ну, сейчас засунем нос еще в первый корпус. Смотри. Матка темная. Такое впечатление, как будто карника. Блин. Ну, ладно, мы ее здесь так и оставим. Потом пересадим на другую рамку. Ну, а в нижнем корпусе тогда, что бегает. Может быть. Да, закрывай. Так. Боковая рамка у нас идет, по сути, не печатная полностью. Видите, да? Одна сторона более-менее печатная, а другая менее. Ну, это у нас откачка идет первая. Поставил закрыл, да? Все. Так. Маточка. И интересно будет посмотреть, конечно, в нижнем корпусе. Классно. Классно отработали. Ну, я еще очень сильно надеюсь, что они еще неплохо отработают. Ребята, сейчас пойдем также посмотрим на откачку меда. Ну, это у нас точок с отводкой. Я их привозил на гречиху. Гречихи мы немножко качнули, липогречка. Сейчас гречка получается. Ну, слышно отчетливый вкус гречихи. Не настолько она, конечно, ядерная, как-то бывает. Ну, кто знает, что гречихи у некоторых людей ежога печет, в том числе и у меня. У горла печет она очень такими неплохо. Так, четыре рамки есть. Блин, засунуть, ну, сюда посмотреть, как матка. Ну, пошли посмотрим, как мы качаем. Или давайте, что мы хотели бы посмотреть, ребята. Так, ну, я хочу посмотреть нижний корпус. Нижний, нижний. Ну, давайте посмотрим. Матка у нас здесь ходит. Это хорошие отводки были. Это были отводки на плодную матку. Хорошо работают. Вот там у нас идут отводки менее сильные. Ну, давайте туда тоже нос засунем. Ну, ладно, ребята. Это два отводка самых поздних на неплодных маток, как они сработали. И сюда давайте еще нос засуну. Уже не буду, как бы, открывать, получается. Уже не буду, как-то говорится, открывать нижний корпус пока. А давайте посмотрим, что у нас здесь. Это у нас уже, ну, это самые-самые слабые отводки, которые были на этом тачке. Самые слабые. Это самые поздние, самые слабые. Ну, и то я смотрю на них, и то я вижу, что они хоть что-то-то приносят. Боковая рамка полностью пустая, видите? Ну, чуть-чуть напрыски есть. Хорошо. Вторая сбоку рамка. Блин, она подлита медом. Это самый слабый отводок. Блин. И там еще это два медово-расплодная рамка, блин, отводки. Здесь, ребята, расплодная рамка идет. Это классно, что есть расплода столько. Вот. Ну, до подсолнуха здесь далеко. Так что, это тоже неплохо, что они хоть как-то-то наращиваются. Расплод разновозрастной. Матка работает. Офигенно. Но, смотрите, ребята, даже такой, самый-самый поздний, самый-самый слабый отводок, он вот этот корпус меда зальет. Мы будем еще один раз откачивать, два раза откачивать будем. Так. И сбоку ставили вощину. Вообще, ну, это какая-то такая рамка. Не потянули вообще. Это... Вот эти отводки были более-менее мощные. Вот этот отводок расширялся. Смотрите, какая разница в этих отходах. Вот в водках. Этот отводок делался на пчелу и на маточник. Вот это на маточник. Это были, в основном, плодные матки. Вот это все. Получается вот такая чепуха. Если разобраться, я вам сейчас покажу, что... Что, как. Вот. Я вам сейчас покажу. Увидите все. Смотрите, ребят. Результат. Это самый слабый отводок. Вот это, получается, уже делался на маточнике. На матку. И пошли дальше. Матка, 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 матка. Вот это вообще... Вот это у меня получилось на этом тачке. Самые слабые. И вот сколько. Сколько мне стоит. Я что-то считал здесь. Не могу сейчас. Почитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 11, 12, 13. 13 это более-менее хорошие. И 1, 2, 3, 4. 4 это такие более-менее слабые. Ну, такие себе. Вот такая, ребята, ситуация. Вот я просто не хотел выпендриваться. Хочу сразу показать, да. Что есть вот такое. Если делаем хорошие отводки чуть пораньше. Вроде по силе одинаковые. И мы видим вот такое. На следующий год этот отводок будет хорошо развиваться. Будет хорошо. У него здесь хорошая матка. Тот отводок тоже. Вот эта семья уже, ну, конечно, она уже в этом году себя показывает. На следующий год она себя покажет еще неплохо. Так, ребят. Всем всего наилучшего. Хорошо качайте медок. Всем пока.